Задача на сегодня, ну, не предсказать оценку, а отделить хороших студентов от плохих. И в этот раз это будет не на той аудитории, что здесь, а на какой-то другой. Датасетик мы собрали заранее. Эту задачу мы будем решать не сейчас, не вживую на тех, кто присутствует, а на других людях. Здесь мы формально хотим предсказать тот балл, который случится в следующей сессии. У кого хороший балл, тот хороший студент, у кого нехороший балл, тот нехороший студент. Какой план работы? Ну, такой же, как и всегда, когда мы начинаем решать какую-то задачу, которая нам приходит. Сначала мы хотим понять, кто есть наш студент, как сущность, как объект, с которым мы хотим работать. Из этого определить, что такое хорошо, что такое плохо. Потом выработать чувство прекрасного. Кто-нибудь уже слышал про это чувство прекрасного на прошлой лекции? А что здесь имеется в виду под этим чувством прекрасного? Границу — это решающая функция. Да, это ближе всего к метрике. По какой метрике мы будем определять, что наша решающая функция работает прекрасно. Прекрасно, наверное, так. Дальше мы будем решать полученную задачу, которую мы сейчас сформулируем в оптимизации. Оценивать качество решения и анализировать результаты. А что мы имеем в виду здесь, как вы думаете, поданализировать результаты? Вот мы сели и придумали, что мы хотим измерять оценку студента, предсказывать. Измерять, что мы хорошо предсказали вот так. Как мы дальше можем анализировать решение, анализировать результат? Другую выборку — это вот оценить качество. Вот именно проанализировать результаты. Такое магическое, под номером 6. Дождаться следующей сессии. И проверить, что совсем все хорошо. Это повторить пункт 5. И это будет, кстати, на следующей лекции, как это правильно делать. Да, абсолютно верно. Еще. Да, и это тоже будет. Ну, в общем, да, все вот это вот. Заняться неким таким датамайнингом. Посмотреть на полученное решение и сказать, а похоже ли оно на ту вкусовщину, которая есть в голове, есть ли здесь здравый смысл и так далее. Сейчас мы это увидим. Первое, что мы будем делать, это, понятно, викторизовать. Нельзя просто так взять студента и предсказать его оценку. Его надо представить в виде чиселок, в виде вектора. То есть понятно, что сейчас модно предсказание по картинке, распознавание по картинке. Наверное, надо делать сервис, похожий на FindFace. Типа вот по этой фотке определи, какая оценка будет у студента. Может быть, он, кстати, будет работать. Никто, может, не пробовал. Но пока в виде чиселок. Мы будем называть то, что получили в результате викторизации, вот какой-то компонент, описывающий студента, циферка, описывающий студента, мы будем называть фактором. Просто потому, что нам так удобнее. В англоязычной литературе обычно это называется feature. И feature более распространенную, чем фактор. Но вот у нас такой птичий язык, что мы привыкли больше к этому слову. И какие факторы про студента мы собрали? То есть надо понимать, что это реальный датасет. То есть это реально какой-то курс студентов у нас случился, не у нас, у кого-то случился, по которому были собраны такие понятные, простые данные. Ну, то есть пол, зачем-то. Среднешкольный балл, вот какой он был. Номер школы, город, долю лекций, которые в течение семестра пропустил студент. Оценка школьная, причем оценка по мнению родителей. Сколько пиво пьет студент. Количество друзей в сумме, это не раздельные факторы, в сумме, вот в Одноклассниках, в Фейсбуке и ВКонтакте. Сколько ему каждое утро приходится ездить до университета. Это может быть на самом деле странным фактором. Ну, типа, с одной стороны, чем дольше ему ехать, тем, наверное, он больше времени тратит впустую и не может позаниматься делом. Типа, если возле дома, то, наверное, оценка выше. С другой стороны, чем дольше, тем больше времени поделать домашку. Гарантированно есть. Достал тетрадку и вперед фигачить. Ряд в аудитории, в котором сидел, может влиять первый, десяток, пятый, пятый. Есть ли планшет? Это был какой-то старый год. Много лет этому датасету. И любителям Евгеники периметр головы был собран. Мало ли влияет. Значит, множество, на котором мы обучаемся, вот то, что в прошлой лекции называлось Эль, получилось таким. Не надо пытаться его прочитать. Мы сейчас не будем ничего страшного с ним делать. Но, в общем и целом, мы здесь можем видеть, что город, здесь город Санкт-Петербург встречается достаточно редко, ну, так, на глаз меньше, чем в половине случаев. И куча других городов, типа Норильска, Нефтьюганска, Череповец, Иркутск, Ангарск, Нижний Новгород. Я надеюсь, в аудитории нет никого, с кого собирался этот датасет. То есть, один раз такое было. В аудитории оказался человек с того курса, с которого это делалось, с другого университета. Вот, тип школы. Здесь видно, вот у нас лицей, среднеобщеобразовательная, гимназия какая-то есть, средний школьный балл. Был еще пятибалльным, я не знаю сейчас, как школьные баллы пишутся. Вот, доли пропущенных лекций вплоть до единицы. Хорошо так распределен. Про мнение родителей на тему школьного балла бывает минус единица. Как вы думаете, что это означает? Типа, анейка будет. Что? Анейка упущенная. Да-да-да, типа не смогли собрать. Поставили минус единицу. Так, для удобства. Про пиво почти все не пьющие, кроме одного очень честного человека, который номер четыре был. Кстати, друзей у него было не больше всех. Больше всех друзей у того, кто пил один литр в неделю. Может, секрет успеха, я не знаю. Нет, нет, еще есть больше. Есть 800, а он пил всего пол-литра. Ну, ничего себе. Это дистанция в каких-то километрах, да, там ряд. Рядов видно мало с первого по четвертый. Размер головы, ну, какой-то не сильно варьируемый. Итоговые баллы. Они, кстати, 20-ти бальные какие-то оказались. Какая-то новая система. Не везде, оказывается, 5 баллов стоят. Это значит экзамен? Не, 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 это честно. Один экзамен, он был 20-ти бальным. Какая-то новая система, я не знаю. Может, в ЭТМО, да? А еще где-нибудь так есть? А то мало ли, вот так можно сходу решить обратную задачу, что это собиралось в ЭТМО. Что можно заметить самое простое? Ну, вот iPad есть у всех. Так внезапно оказалось. Ну, то есть те, кто планировали исследование, сбор данных, не думали, что... Ну, iPad здесь планшет имеется в виду. Просто планшет длиннее, написали iPad. Что планшет, оказывается, есть у всех. Нет людей, у которых его нет. Что выбрали в качестве решающей функции? Что? Я не слышал. Скалярно. Ну, линейку. Да-да-да, обычно линейное решение. Наверное, прозвучало как вопрос, это я так собирался продолжить с небольшой паузой. Линейное решение, да. Ну, здесь там написано, вот честно, что-то оттранспонировали, умножили. Вот бета — это наша решающая функция. Она простая. Ее там можно как-то применять. Она... Самое главное, мы хотели потом проанализировать результаты. Вот в отличие от какого-нибудь безумного дерева решений или нейронной сети, эта штука интерпретируема. Мы можем посмотреть на коэффициентик в этой бета и сказать что-то. Типа, соответствует ли это нашему ощущению счастья. Про то, как и почему решаются... Как и почему оптимизировать линейную функцию, и как это можно делать. На самом деле, будет отдельная лекция. Здесь будет простой хак показан. Но давайте подумаем для начала, как мы адаптируем факторы для модели. То есть, ну, понятно, что город текстом использовать было сложно. Ну, типа, Санкт-Петербург, непонятно, как в линейную модель засовывать. Как и Ангарск. Как и Нижний Новгород. И слишком много разных. Но при этом примерно 50 на 50, Санкт-Петербург, не Санкт-Петербург. Поэтому сделали просто. Местные и неместные в 0,1. Тип школы тоже сильно решили не разбираться. Вот либо это лицей-гимназия, тогда 0,1. Либо еще отдельный фактор из этого сгенерили. Есть ли школа номер 239 из Санкт-Петербурга. Ну, там 30-й и 45-й школы, по-моему, не было видно, как 610-й. А вот 239-я была. Решили из школы сгенерить еще одну 239-ю. Оценка по мнению родителей. Есть пропущенные значения, поэтому сделали просто. Неизвестность 0. Хуже, чем было в реальности минус 1. Лучше, чем было в реальности 1. Ну, то есть оценка по мнению родителей на тему школы может совпадать с оценкой в школе, может нет. То есть кто-то показывает эти статы родителям, кто-то, как выясняется, нет. Так как планшеты есть у всех, мы выкинули. Итого у нас получился вот такой вектор из 12 факторов. Пол. Мы решили его оставить. Школа, 239-я гимназия лицей. Оценка вот этот вот наш, не бинарный, а там фактор с тремя значениями. Красивое слово «понаехали». Это в смысле местные, не местные. Наверное, надо это исправить. Пиво в неделю. Расстояние и периметр головы. Любители Евгеники настояли, периметр головы остался. Снова та же решающая функция. Какая целевая? Минсквэрерор, все же знают, да? Это вот там среднеквадратичное отклонение. Вот здесь поставлена звездочка, ну потому что все привыкли в этом месте видеть МСЕ. При этом на самом деле во всех учебниках в какой-нибудь Википедии и так далее минимизируется-то на самом деле РСС. Знаете, такой residual sum squares. На следующем слайде оно будет. На позе в следующем слайде оно будет. Но при этом смотреть мы все равно привыкли на МСЕ. Типа, насколько в среднем мы промахиваемся. Не на том, что мы в реальности оптимизируем, а то, что нам легче интерпретировать. Что еще надо заметить? Там есть такой странный член в этой вот нашей бета. Вот в этой бета. Есть такой странный член бета с ноликом. Знаете, вот интерцепт. Ну вот как КХ плюс Б, вот это вот самое Б. Там есть два подхода, как их считать. Есть правильный, вот второй. Сказать, что в бета-ноль есть единица, что в иксе добавить в иксе единицы, и тогда посмотреть, какой бета-ноль сгенерится при оптимизации. Это хороший, правильный способ по теореме Гаусса Маркова, про который расскажет Игорь, на тему, как сгенерить среди несмещенных решений решения с наименьшим варенцем. Это такой правильный способ. Литературный, академический. А есть второй. Посчитать среднее, которое случилось, вычесть его, и дальше без интерцепта, без вот этой добавленной единицы в иксе, предсказывать бета, оптимизировать бета. Вот это не совсем правильный способ. И вот мы его использовали. То есть все дальнейшие цифры мы делаем в предположении, что мы использовали первый, не самый правильный метод. Что еще раз? А это дальше будет? Мы пока вот медленно подбираемся к тому, чтобы что-то сделать. Вот мы посмотрели на факторы, пообсуждали их. Мы их в первую часть как-то выкинули. Мы там дальше ничего не пытались страшного делать. Мы обсудили, как мы будем считать бета-ноль, какую мы возьмем решающую функцию. То есть мы сходу сказали, планшеты бесполезны в любой решающей функции. Посмотрели на решающую функцию, сказали, раз она линейная, то давайте вот эти там отмапим, вот эти не отмапим, ну чтобы они хотя бы в чиселки превратились. Потому что ни чиселку вообще не засунешь. Более сложные вещи мы с чиселками пока не делали. Собственно, вот так решается эта штука. Вот первые три строчки. Типа вот первая, это строчка честно написанная. Вторая строчка честно написанная RSS. Третья, это вот берем производную. Если там все нужные условия из теоремы Гаусса-Маркова выполняются, то вот эта бета, через вот эту странную формулку, есть наше решение, которое мы ищем. Ну и видим, что да, у нас все есть. У нас есть x, это значение наших факторов, и y, это вот то, что у нас случилось. Вот мы находим бета. И у нас получились конкретно вот такие цифры. У нас бета-нолик, это 17. Это вот, если усреднить все оценки всех студентов, это 17.04. Мы их вышли и дальше через эту формулку получили вот все вот эти странные циферки. 83.06, это вот наша RSS, а честное МСЕ 1.72. Ну, то есть там, качество нашего предсказания плюс-минус 1.72. Предсказываем почти с 2 баллов ошибкой. Давайте попытаемся отинтерпретировать эту штуку. Как мы уже говорили, размер коэффициента что-то значит. Вот у нас школа 239-ая имеет циферку минус 5.82. Это означает, что если ты из 239-ой школы, то ты имеешь меньше, чем остальные, на 5.8 баллов. В среднем. Пропущенные лекции, доля пропущенных лекций тоже работает в минус. А оценка по мнению родителей работает в плюс. Так получилось. Простой же, понятный результат. Ну, кроме того, что 239 не соответствует некоему ощущению счастья. Школа вроде хорошая. По поводу родителей, получается, если родители считают, что только поценка родителей выше реальны, то больше шансов получится. Да. Типа, если твои родители оптимистичны, то ты их ожиданиям начинаешь соответствовать. Почему странно? Там же есть вот эта штука исследования, которая говорит следующее. Если ты повышаешь ожидания, ну, типа, если класс разделить на успевающих и не успевающих, то почему-то, причем до того, как процесс обучения начнется, то успевающие начнут успевать, а не успевающие не успевают. Ну, вот вероятность человека успевать и не успевать изменится. Вот здесь, на самом деле, нечестность — это хорошо, а если родители, так сказать, на тебя надеются, то шансы есть. Ну, они в плюс работают. Это если вот так интерпретировать. Вот с 2.3.9 у Игоря было полное счастье, потому что он 30-ку заканчивал. Тут он сказал, что это единственный верный датасет. Все правильно. 2.3.9 работает в минус. Несчастье, что 30-ки не оказалось. На самом деле, все это фигня, и фигня вот из-за этого самого правильного вопроса. Что делать с 800-ми друзьями? Потому что, ну, вот если у нас значение одного фактора 1000, а другого от 0 до 1, ну, доля пропущенных лекций, то если возле 1000 стоит 001, а возле единицы 1, ну, то здесь, оказывается, надо изменить на 100 чиселок, а здесь на всю. А влияние все равно кажется сильнее. Понятно, нет? Ну, что вот из-за разного размаха, на самом деле, коэффициенты у нас ничего не значат. Ну, и что мы хотим сделать? Мы, понятно, в этом месте хотим сделать простую вещь. Нулевое матожидание — единичную дисперсию. Это совершенно стандартная вещь. У нас здесь... Чего еще раз? Вот, у нас снова получаются какие-то чиселки. Средняя, понятно, у нас не меняется, бета-0. Следующие чиселки новые. МСЕ у нас, ну, тоже. Ну, потому что, а что оно должно было измениться? Ну, у нас... Поехали. Цифры про коэффициент. Здесь Игорь снова был счастлив, потому что 2, 3, 9 снова. Не надо учиться, но уже не на... Сколько там? 6 баллов минус, а всего на 1,5 балла в минус работает. Это сильно слабее. Ожидания родителей оказались еще важнее. Средний школьный балл оказалось, что полезен в предсказании. И вот здесь там предлагается подумать, раз он оказался полезен в предсказании, то какой это курс? Что? Как все сходу догадываются. Очень умная аудитория. Обычно не так, обычно приходится объяснять. И доля пропущенных лекций, как ни странно, теперь оказывается, что лекции можно прогуливать больше, чем до этого. Не так уж они влияют. Всего-то минус полбалла за полные пропуски. Вот здесь? Вот это я хорошо проскочил, да? Мы для каждого фактора вычисляем среднее и дисперсию, собственно, вычитаем и делим на них. Все. То есть мы исходим с какого-то предположения, что они нормально распределены, эти факторы. и вгоняем их в 0.1 суровым образом. Мат ожидания 0 и дисперсию 1, а не от 0 до 1. Понятно, да? Ну и вот эта вот интерпретация на самом деле фигня. У кого есть идеи почему? Почему все равно мы все еще сделали что-то не то и нельзя интерпретировать эти данные вот так? Ну вот, был вопрос про, что мы делаем с 800. 800 мы отнормализовали. Окей. Пиво как не влияло, так и не влияет. Меня это, кстати, удивляет в этом датасете. Да черт с ним. Мелочь. То есть номинальные они от 0 до 1, а что с ними можно еще сделать? Не, ну вообще да, это примерно, ну это в правильную сторону суждение, что да, вот у нас здесь честные бинарные там, ну там номинальные, ладно, ну типа 0.1 или другие от 0 до 1, а эти 0 с дисперсией 1, это немножко другое. Вот, что можно сделать с этими бинарными факторами в всяких условиях? Ну понятно, что их применять к ним, вот это мат ожидания, дисперсия, ну как-то глупо, новые значения не возникнут, интерпретация нового по большому счету смысла не будет иметь. Что хорошо бы сделать с этими бинарными фичами? Так, оставить мы это уже сделали. Не, 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 мы их не стали скейлить. Ну можно, конечно, но зачем? Ну типа они примерно одного порядка. Можно вот эти с 0 и дисперсия 1 тоже вот направо сдвинуть, от скейлить от 0 до 1, понятно, да, дисперсию так растянуть. Ничего страшного. На самом деле более-менее принято так, если у тебя есть и бинарные фичи, и там шкалы отношений, интервальные, можно поперемножать. Ну типа там, где 0, занулить вот этот фактор. Ну то есть сделать еще одну фичу из этих двух через перемножение. Обычно это делается, ну типа не перебором всего, потому что это, ну, оверфит, а каким-то экспертным мнением. Так вот, насколько хорош получен результат, как это вообще можно оценить? Это отличается ли он от капитана очевидность? То есть на самом деле, если и так понятно, что это зависит от среднего школьного балла, доли пропущенных занятий, и 239-я ли это школа, ну в плюс, правда. Все-таки там в плюс люди ожидают. То есть должно отличаться, чтобы это было полезным предсказанием, иначе какой смысл. И насколько можно доверять этому предсказанию? Вот две самые важные штуки. То есть воспроизводится ли этот результат. Вот, собственно, давайте попробуем на это добро посмотреть. Вот мы сделали у нас целевую функцию нашу. Взяли, сделали невязку, и посмотрели о том, как она работает на тренировочном множестве. Вот эта вот вещь, которую никто не сказал, что мы где обучались, там и измерялись. То есть на самом деле, оно нам ничего не говорит о том, как оно будет работать на новых данных. Оно говорит, как она хорошо предсказала те данные, которые у нас уже есть. На самом деле, предсказывать те данные, которые мы и так уже знаем, ну, которые видел наша решающая функция, большого смысла для нас не имеет. Ну, правда же, она же никогда не будет работать в таких условиях. Она всегда будет смотреть для нас в случае реальной задачи на новые данные. Можно попытаться сделать это на другом множестве. То есть можно по-честному взять, разбить на две части. Здесь это красиво написано. Разобьем датасет на L и T. Так что датасет это в сумме L и T, но при этом их пересечение нулевое. А дальше на одной части обучим, вот на Lern сделаем Ergmin, а измеримся на тесте. Вот, и в этом-то месте мы перейдем к МСИЕ, потому что если тесты становятся разного размера, то смотреть на RSS нам становится очень неинтересно. В чем плюсы? Здесь мы сможем что-то рассказать о качестве предсказания, но с точностью до того, насколько хорош наш датасет. То есть если датасет изначально состоит из белых ворон, мы могли постараться его такой собрать, то лучше в будущем он работать не станет. При этом сама решающая функция потеряет в качестве, потому что мы начинаем ее обучать на меньшем количестве данных. Это простая мысль, да? Больше данных — лучше качество. Меньше данных — хуже качество. Но зато можно отдельно посмотреть на качество на Lern и на тесте, насколько они между собой отличаются, и сделать из этого какие-то выводы. Самое главное и простое, что мы можем здесь сделать, мы можем смотреть на стабильность решения. Ну, то есть на самом деле здесь и почти везде можно всегда пробовать один и тот же датасетик, как-то разбивать, генерить и смотреть, насколько стабильно получается даже не наше предсказание, а те компоненты, которые мы внутри обучаем. И вот будет у нас в какой-то из лекций вот это оверфит, андерфит, устойчивость в решающей функции. Вот, собственно, если не стабильно, то все плохо. То есть две вещи, да? Первое — насколько хорошо предсказывает новые данные, типа давайте попробуем смоделировать. И внутри этого, помимо самой циферки предсказания, попробуем посмотреть, как себя ведут компоненты нашего решения. Ну и вот разбили три раза. 50 на 50 датасет. Обучились, предсказали. Ну и вот здесь видно, анекдотичные результаты получаются. Кому-то видно, кому-то, может, нет, я озвучу. Вот во втором разбиении мы получили на Лерни качество, нашу невязку, наше расстояние, нашу ошибку нулевой. То есть идеально предсказали. На тесте при этом за 2000 ушли. В первом случае 1400 на тесте, 6 на Лерни. Короче, видно следующее. Они, первое, сильно расходятся. И они колбасятся. При этом колбасятся с точностью до компонент при первой фиче. Бывает то отрицательным, то положительным. Наверное, это нехорошо. Что в зависимости от того, как мы разбили данные, у нас какая-то фича работает в плюс и в минус. Наверное, что-то не то с этой фичой. И с предположением, что она должна быть. И мы проделали так много раз. Много это там, тысячу, десять тысяч. Ну, понятно, что побить пополам мы можем много раз. Вот мы это сделали. И получили. Ну вот, бета нулевое у нас ожидаемое. Вот есть вот это среднее 1704. Оно и должно было воспроизвестись на этих разбиениях с какой-то ошибкой. А дальше можно посмотреть на эти циферки. Но суровым образом видно, что они все через ноль проходят. Ну что вот. Каждый фактор, который у нас есть, он то положительный, то отрицательный. В зависимости от нашего разбиения. И по-другому не было. И ошибка нашего предсказания. Плюс-минус 13. Ну, 17 плюс-минус 13 — это сильно. Это очень мощное предсказание. То есть оно бывает аж больше максимальной оценки 20. Так получилось. Такой вот веселый датасет с такими жестко коррелирующими факторами. Ну, типа 28 наблюдений, 13 факторов. Что делаем дальше? Получили, что ни одна из наших, ни один из компонентов нашего решения линейной, вообще говоря, не интерпретируемо, непонятно, что такое. Выборы только хорошие. Выборы только хорошие. А как? 5, нет, мы будем смотреть. Встанет, мы считаем. А как взять эти несколько? Да. Мы можем, конечно, экспертно повыбирать. Можно их попреобразовывать, еще что-то с ними страшное поделать. Но на самом деле, да, можно просто пробутфорсить. Можно поперебирать бесконечно. Ну, что там, 2 в 12, не так и много. Мы сделали все-таки попроще. Мы повыкидывали и посмотрели на изменение ошибки. И сказали, если ошибка уменьшается, ну, если без этого фактора ошибка увеличивается, то, наверное, плохо. Это означает, что наша ошибка, вот здесь, да, ошибка, она у нас бывала 13 в среднем. Мы ошибались в среднем на 13. Мы ставили 10. Это означало от минус 3 до плюс 23. Промах такой. Линейная моделька очень сильно промахивается. И вот мы не выставляли граничных условий. Честно, взяли 10, ну, сколько там, 14, получается, точечек. На них обучились и получили вот такую ошибку в 13. Ну, а дальше я говорю, что у нас вообще средняя оценка 17, размах от 12 до 20, да, а мы имеем плюс-минус 13. Ну, типа, порядка самих цифр. Ну, это неправильно. Так быть не должно. Вот мы не стали перебирать 2 в 12. Для того, чтобы это убрать, мы просто посмотрели, что если без фактора становится хуже, если мы без него обучились, то, наверное, он полезный. И таким образом у нас получилось целых 3 фактора. Средний школьный балл, оценка по мнению родителей, как ни странно, периметр головы. Любители евгеники, по моим понятиям, ну, должны быть, ну, плюс-минус счастливы. Ну, понятно, что это тоже может быть какой-то выброс на датасете. Да, мы их убираем, и ошибка увеличивается. Значит, плохо то, что мы их убрали. А вот остальные мы убираем, и ошибка уменьшается. Ну, типа, давайте тогда их уберем. Действительно, можно сделать 2 в 12, но почему плохо его делать? Вот это называют обычно exhaustive search. Взять и перебрать все. Нам же никто не мешает. Ну, да, мы переобучимся. Ну, типа, мы из того, что есть, возьмем, и хватаем что-то, что будет вот на этих 28 хорошо работать. Но, типа, вот если нам кто-то принесет еще 15 студентов, мы опять получим, что мы какие-то нехорошие люди. То есть здесь при переборе, ну, тоже надо не перестараться. exhaustive перебор всегда плохо. То есть вот в литературе почему-то это попадается именно в таком виде. Так как мы не можем сделать exhaustive перебор, мы сейчас подумаем, как бы нам сделать подешевле. А так бы мы сделали, если бы нам хватало вычислительных мощностей, мы бы сделали полный перебор, и все было бы хорошо. Нет, на самом деле не так. Сделав полный перебор, тоже будет оверфит. И от этого никуда не денешься, от этого надо бежать. Как еще можно поулучшать? Ну вот, черт с ним, разобрались. Сделали факторы. Выбрали даже какие-то. Даже что-то посчитали, и гляньте, ошибка вообще волшебная. 272, не 13. Это уже сильное предсказание. Это на разовом. Мы не усредняли, мы не посмотрели на это много раз. Это мы на Лерни обучились, на Лерни же посмотрели. Получили, ну да, небольшую ошибку, но эта ошибка была враньем. То есть мы посмотрели не на новых данных, а как работает наша решающая функция, на тех же данных, на которых она обучилась. Не, если там плюс-минус 13, то надо сразу стреляться, потому что, ну, что дальше делать, непонятно. Здесь мы встали на грабли, когда на Лерни-тест забыли разбить. Разбили. Оставили три фичи. Нумерацию, кстати, не сломали. Получили, что периметр головы отрицательный фактор. Прикольно. И вот такая ошибка, 2,72. Что еще можно попробовать сделать? Ну, 2,72, но все равно много, потому что если оригинальный размах от 12 до 8, ну, типа, от 12 до 20, это плюс-минус 4, если говорить 16. Мы от этой штуки, ну, вот, 3 четвертых осилили. Несильное улучшение. Что? А как их еще увеличивать? Руками? Сказать, вот этот фактор важнее? А это она как раз сама и вытаскивает. Вот это суть линейной модели, да, она внутри себя говорит, вот этот фактор важен вот здесь на 1,24, а этот на 0,9. Если ее руками подвигать, станет хуже, чем она обучилась. Ну, то есть, вот МСЕ гарантированно увеличится. В этом суть вот этой самой теоремы Гаусса-Маркова. Что, ручками уже ничего не подвигать? Ну, типа, ну, не 2 в 12, да? Чуть-чуть меньше. Так можно, ну, типа, есть взаимодействующие факторы, которые вместе, можно поперемножать факторы. Принципиальный еще подход, типа, без факторов. Факторы не трогаем, факторы зафиксировали. Это без сомнения, что не с датасетом. Кого-нибудь, это хорошо звучит. Ну да, если мы говорим, колонкой зафиксировали, то можно что-нибудь поделать со строчками. Ну, потому что, мало ли у нас попался студент, который нам всю малину портит. Ну, вот этот, с 30 литрами пива в неделю, внезапно оказался отличником, и портит всю малину. Вот без него бы, может, пиво хорошо предсказывало оценку. Пьет больше, оценка хуже, пьет меньше. Ну, тут же один выброс, да, хорошо может всю линейку сдвинуть. Типа, удалим белую ворону, и станет хорошо. Вопрос следующий. Белую ворону мы удаляем совсем из лерной теста, или только из лерной, или только из теста. Как мы ищем белую ворону среди студентов? Ну, решили повыкидывать студентов, правильно? Мы же до этого договорились. Выкидываем строчки. отовсюду или только откуда-то? Только из лерной. А кто-нибудь считает, что отовсюду? Если мы, наверное, на лерной программе не вопреки, то это то же самое, что мы просто для этих чуть-чуть разлигнутых на лерной, То есть, там такого коленка отсюда? Нет. Нет, это ты именно сказал следующее. Я не хочу на этом парне обучаться, но я не могу на нем не проверяться. Не проверяться. Ну, пойми, на самом деле, вот просто было один раз, нам попался с Игорем очень упертый студент, который говорил, удалять так везде. Это называется предварительная обработка данных, убирание выбросов и так далее. В итоге окажется идеальной ситуацией, когда ты выкинул всех, кроме одного студента и называешь его оценку. У тебя будет идеальное МСЕ. Ну, правда. двух студентов с одинаковой оценкой. То есть все, у кого не четверка, будут удалены. Типа предсказание ретурн 4. Очень сильное, очень мощное и не ошибающееся. Нельзя выкидывать из теста, потому что, ну вот, это то, что ты, то, на чем ты проверяешься. Если ты выкинул из теста, ты сместился. И в итоге пришел к какой-то фигне. то есть, в голове это легко проверить. Давайте посмотрим на граничные случаи. Выкинем всех, кроме двух. Вот, собственно, да, надо выкидывать только из Лерна. Их надо оставлять в тесте этих студентов. И что мы в этом месте получили? Мы получили какие-то цифры, нарисовали какие-то ошибки и посмотрели на изменения этой ошибки. Город на них сказали, сказали, нифига не понятно. То ли улучшает, то ли нет. Давайте оставим всех студентов и не будем париться. И может быть, это неправильно. То есть, мы попробовали всех студентов по одному опять. Понятно, да? и не приняли решение на тему, кого выкинуть, а кого нет. К редактированию колонок несомненно можно вернуться. У нас есть конкретный партнер пива сильно-сильно влияет. Получается, если мы его оставляем в дата-сейте, то, ну, неважно, какой-нибудь там другой партнер выкинуть, непонятно, как ошибка будет меняться, ну, просто потому, что она слишком сильно зависит от этого древнего партнера. Давайте мы пиво сейчас выкинем, посчитаем все заново. Если нас оценка не устроит, мы опять вот это вот таблице перечитаем и еще какие-то партнеры. То есть, факторы будут выкидывать по одному. Вы все верно говорите. Вот то, что вот ты говоришь, это называется forward-backward selection. То есть, иногда добавляют факторы по одному, иногда удаляют факторы по одному. Ну, типа, ищут самый плохой, выкидывают вот его конкретно. Потом снова в оставшемся множестве ищут самый плохой, его выкидывают. Ну, понятно, да? И наоборот, ищут самый хороший, одна штука, его берут. Ищут следующий, самый хороший, одна штука, его берут и так далее. Это такой вот, то, что Игорь рассказывал, индуктивный подход. Мы, типа, ничего не знаем о мире, ну, давайте как-то вот эти вот переборные правила, ну, так, чтобы не exhaustive search, ну, придумаем. Вот это второй подход, дедуктивный. Пиво, наверное, коррелирует с долей пропущенных лекций вместе, если мы будем проверять, окажется бесполезным, потому что работает второй. Но мы вот сейчас проверили каждый из них по отдельности, ну, типа, отсутствует и вроде не портится. Ну, правильно, да? Потому что осталась вторая цифра, которая скоррелирована. Может быть, надо один из них строго оставить, ну, и посмотреть, что будет. Без обоих одновременно. Ну, и принять решение, что один оставляем. Это дедуктивный подход. Причем, учитывая, что мы говорим про студентов, про факторы про них, ну, мы тут все были студентами, все знаем, как вот, что можно пропридумывать и как посоответствовать своему ощущению несчастья. То есть здесь индуктивный подход работает, индуктивный, они верные. Их надо пробовать. Вот мы учитывали это так, мы сказали, что есть ноль, это если мы ничего не знаем. Плюс один, это если ожидания родителей были выше, минус один ожидания родителей были ниже. понятно, ну, типа, какая-то интерпретация есть. Дальше вот, мы проговорили чуть-чуть, что бинарные фичи, но можно перемножать с другими. Можно иметь ее отдельной фичой, типа, не удалось собрать, ну, правда, не удалось собрать, а здесь мат ожидания какой-то. Ну, какое, как у всех случилось. Или еще как-то. Так делают. Ну, то есть здесь способов много, и это действительно полезно учитывать. Вот почти всегда пропущенные значения что-то означают, их почти всегда полезно с чем-то перемножить, вынеся в отдельную фичу, а там используем мат ожидания. А конкретно здесь это еще более интересно, потому что, ну, по какой причине не удалось собрать мнение родителей. Тут же два варианта. А родителей нет, Б, они не хотят разговаривать про этого ребенка. Или еще что-то. Ну, наверное, это как-то должно влиять на итоговый результат. А здесь это, ну, правда, убрано. А можно как-то учесть. Еще какие идеи, ну, над фичами, раз уж у нас так поперло. Что еще раз? Функция. От фичи. Да-да, логарифмировать фичу, это всегда хорошо. То есть, есть много арифметических действий, самое любимое из них это лонорифм. Кстати, а кто знает, что строго надо лонорифмировать и почему? Вот есть такая фича, если она попалась в датасете, ее точно надо лонорифмировать, и зачем это делается. Сильный разброс? Сильный разброс, ну, 0,1 загнал, там, от ожидания какой-то есть, хорошо. Стоимость большая, маленькая, это готовый этот, 0,1. Что? Население городов, кстати, похоже, но я про другую. Короче, есть такая физическая величина, которую всегда надо лонорифмировать, а какая я не буду озвучивать. Второй курс лондавшица, ну, второй том лондавшица, там все описано. С какой физической величиной нельзя общаться, иначе, чем через лонорифм. В общем, есть на самом деле арифметические действия, сколько их там, 4 штуки, да, плюс функции, которые можно брать, и у нас 12 фичей. Если мы будем делать все над этими факторами, над нашими 12 факторами, проделываем между ними все 4 действия и все возможные функции, ну, нелинейные функции, понятно, да, линейные бесполезно применять. То есть введем везде, где можно, нелинейности, то мы, наверное, в какой-то момент идеально подберемся, ну, потому что пространство бесконечное. Ну, типа, наверное, исчезнет предсказательная способность. То есть если мы, вот, опять же, индуктивно все переберем, ну, мы не принесем инфы. Если мы, вот, дедуктивно разово проверили, вот знаете, такое множественное сравнение, там, поправка, бонферония, вот такая штука есть. В бесконечном количестве гипотез какая-то из них нас обманет. Если они ограничены, вот пришли из дедукции, то, ну, это не из бесконечного количества, это, скорее всего, не обман. Это не случайное везение. Со студентами еще кто-нибудь что-нибудь может придумать, вот кроме как повыкидывать одного? То есть как факторы могут между собой сговориться, мы придумали. А могут ли студенты сговориться? Не существует ли среди студентов кластеров? Ну, ладно, да, людей нельзя сегрегировать, что это я. Ну, и того, что у нас получилось? У нас получилось все равно вот эти 1703. Там, на самом деле, если еще до следующего знака писать, то 035. И вот если много-много раз сбрасывают, то не 1704, а 1703. Не удивляйтесь. Это вопрос, типа, чуть-чуть повезло с округлением в ту или в другую сторону. Собственно, остались такие циферки и такой минерор. Итоговая модель у нас. Можно, как в цель же в предыдущем свадьбе выкинули студентов? Нет, студентов мы в итоге не выкинули. Мы так вот нарисовали, посмотрели, ну, вроде как, непонятно, бешеных плюсов, минусов нет. Здесь еще нет интервалов на тему, насколько меняется. То есть там меняется, ну, типа, не сильно. с проходом через ноль и мы так забили. Типа, вроде никакого студента особо не видно смысла выкидывать. Ну, и в итоге, что мы получили? Мы получили, что да, вот надо в среднем 17. То есть, если берем случайного студента, говорим 1703, то мы так уже неплохо угадаем. Дальше 1.24 на промапленный средний школьный балл. Плюс ожидания родителей работают в положительную сторону. И почему-то голову надо иметь чуть-чуть поменьше. Железные обручи. Здесь, говорят, такая пытка. Почти наверняка есть страна, в которой есть такая пытка, я уверен. Ну, вот, все виды пыток наверняка где-то есть. и один ноутбук. И один ноутбук. мы не использовали кластера для экзостив-серча. Типа, сколько мы успеем из этого датасета выжать за час-полтора? Потому что, если бы мы бесконечно, ну, если бы мы на него долго время потратили, то в итоге мы бы суровым образом переобучились. мы умеем. типа, 28 наблюдений, 12 фичей, мы точно умеем переобучаться. И это тоже хороший способ себя ограничить. Вот Кегл так со всеми и делает. Он говорит, у вас два месяца. И, типа, раз в сутки вы можете, ну, или там раз в час только загружать результаты. Потому что, как показывает опыт, если, ну, можно потратить много времени, ну, как есть такие соревнования, которые постоянно открыты, то у них всегда улучшается, но при этом в реальном продакшене потом не подтверждают новые алгоритмы своего качества. Ну, потому что перебирают, перебирают, перебирают. Ну, как говорится, что там через 6 лет получилось на этом датасете. Вот. И какое у нас, на самом деле, что мы от вас хотим вокруг этого? Вот это такая единственная лекция, где мы так активно рассказывали, как мы решали какую-то задачку. Еще пытались активно обсуждать на тему, как же ее еще можно было решать, почему мы такие нехорошие люди не сделали. Я совершенно точно могу сказать, что мы применили неоптимальный способ. Даже за час-полтора можно было сделать лучше, больше и правильнее. И мы хотим от вас, чтобы вы сделали лучше. то есть в этом, собственно, домашка и состоит. Вот есть вот этот датасетик в 28 студентов и во все фичи. То есть на самом деле он оригинальный, он содержит все фичи. Есть вот эти 12, которые оставили мы, и мы же их там как-то размапили, и вот они есть. И хочется, чтобы вы сделали решающую функцию, которая вот в условиях вот этого CV лучше предсказывает, вот многократного CV. Ваша решающая функция должна нас зарулить. Не, вот хочется, чтобы вы остались в рамках линейной модели, потому что вы еще не знаете других решающих функций. Ну, мы считаем, да, вот мы. Мы при этом, не читая лекцию по линейным моделям, суровым образом показали, как вот сделать одну штуку, посчитать, оптимизировать, минимизировать целевую функцию и получить решающую функцию под названием линейная. Дальше мы сказали, вот можно работать над студентами и над факторами, как душенька угодно, либо индуктивно, либо дедуктивно. Вот здесь видно, почему-то левая половина аудитории любит для меня левая индуктивных, подход правый и дедуктивный. Они оба хорошие. Вот, потом интересно будет посмотреть, кого лучше получится.